Привет, джеужики стратегические! Вы слышите Алексея Халецкого, который страдает на уровне сложности божества в Сидмейерс Цивилизейшн 6 за Шотландию со случайными технологиями. Очень хреново развиваюсь, ну хотя бы отбиваюсь от Спарты, я только боюсь, что она скоро выйдет в корпуса, и тогда мне вообще грусть печально станет. Но, как минимум, мы тут скоро будем уже в арбалетах, уже сможем немножко поотбиваться. Так, тут я, наверное, еще постою. Не должны мне две катапульты убить. Так, тут апну, тут лечимся стоим, тут могу пострелять, да? Давайте против антикавалерийских юнитов. Тут лечим, да, но еще и с Австралией война, конечно, все очень тяжело, но Австралия какими-то странными юнитами приплыла, потеряла их, у нее 160 сил осталось. И самое интересное, что она даже не хочет мир заключать. Собственно, как и Спарта, которая уже куча юнитов потеряла. Я, по-моему, по-моему, только один юнит, да и тут, по-моему, этот... Как его? Скаут. Скаута потерял. Так, Таруга. Случайно не воюет со мной? Нет. Это хорошо. Наверное, сюда выйду. Так, раз мы, дружочки-пирожочки, с мини-ликом, я думаю, что имеет смысл открытые границы. Он мне даже за них заплатит. Отлично. Потому что мне нужно будет следующим ходом деньги на апгрейд, но я там еще, может, с кем-нибудь поторгую. Так, давайте пока тут лесопилочку бахнем. Да, ну, тяжело-тяжело. На самом деле. Наверное, постреляю. У меня бы... Блин, я даже не знаю. Вот, понимаете, мне как бы вроде спарту и забирать надо, но я так отстаю дико в развитии. Но мне, с другой стороны, надо со всеми мир заключить, чтобы хотя бы ушло недовольство от войны. Видите, минус 4 чисто от войны. Так-то у меня... Ой, я могу больше караванов сделать. Библиотечку. Так, ну давайте, может, уже тогда два посла в Таругу отправим, чтобы библиотечка еще немножко науки давала. В Эбердине маяк. Так, давайте тут тоже библиотеку тогда. Да, здесь караван. Даже два каравана можно. А откуда у меня вообще бегают? Из Роксбурга бегает. Из Калина. Из Сконы. Значит, у меня только из Стерлинга не бегает. Ну, один из Стерлинга еще отправим. Мне бы, блин, Союз. Города до десяточки. Как я могу выразить десятками с таким нищим... А, ну да, я еще в нормальный век выхожу, к сожалению. Ну, это тут не страшно. Это мы спасем. Блин, колосс построили. Ну, я, честно говоря, не надеялся, что прям его смогу урвать. Но у меня уже юниты строить нету смысла. Так, давайте реформу денежного обращения. Знаете, если еще минилик Спарту обратит... Так. Значит, мне надо поставить скидка в золоте. Апгрейдим. Ну, давай. Так. 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 мавзолей мавзолей тоже конечно хорош но он ведь и на побережье кампус военный лагерь дипломатическая площадь там строится что с акведуком только тут могу да и тогда уйдет плюс блин что это же театральная площадь не открыта да давать мир театрами у меня культура нужная и никак не могу прокачать да блин что тут вообще пытается стрелец изобразить не пойму так давайте мы поторгуем первых если у меня ресурсы двойные к сожалению нет хорошо что по деньгам 75 83 кстати мапуча хочет а у нас уже есть так у нас сменяли ком нету друг или есть да есть дружба ладно кто хочет мирового влияния так австралиец все еще мир нет я охренею почему по чему так может быть голландия мое влияние купит сейчас да блин предложи ты нормальная господи какой фигней заставляют заниматься сделать договор более равным предлагает деньги вход будь здорово так тварь ты господи она все еще одного прогреть пусть дальше будет минус идти я пожалуй не буду так пока блин я бы в зензибар отправил конечно надо первого посла сначала туда кинуть было сейчас поменять ладно два хода подождем холмы 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 что же обрабатывать тоже холмы тут холмы да вот тут шахту сделаем да тут можно лесопилку когда закончатся эти войны это просто но это же не выйти из недовольства никак всем что у меня уже армия такая же как у спарты но дальше меня обгоняет в развитии так там и дальше пойдем наверно университеты нужны стрель я бы с удовольствием апнул в рыцаре если у меня было железо железо нету вообще и торговать со мной железо тому народу уже селитра у спарты селитра может лаутару не видео сказать за конечно не будет торговать в принципе я хотя бы одного рыцаря у тебя уже селитра есть тварь ты жадная ну пошли в образование как бы без вариантов особо да очень тяжелое все летучий отряд где бы этих летучих отрядов кстати увидеть наверно вот тут хотя может быть и тут могут быть кстати да лишь могут и там быть отступает он рыцарь ну рыцарь и то же самое что летучая даже летучий отряд помощь сильнее мне стреляющие нужны что мы из производства и военных юнитов снижена на 50 процентов ну я все продал все влияние продал за деньги поэтому дальнобойность есть снижать лично просто зашибись так ты умрешь так 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 блин шо он хочет вообще нет игру я я не понимаю австралию что что за странная война все он всю армию по ходу тут слил и они даже не союзники со спартой ну дружелюбия правда спарта еще с кем-то воюет так пингалу на науку у нас хотя бы плюс 8 это плюс 10 еще науки будет дикое отставание горби еще и чеченицу успевает строить блин небо союз конечно садиса бэвый но нету идти очень далеко минус 1 и 8 так не хочется какие-либо юниты расформировать что все прокачаны уже в этих боях давайте судоходство в гавани что ли проведем даже строить нечего сейчас повторю я не хочу устроить арбалеты когда у меня есть арбалеты просто четвертого уровня видимо приходится судоходство в гавани проводить чтобы деньги были мгновенно предоставляет капер слушать так я там пойду сейчас грабить так 10 ходов строится я не могу города забрать поселенцев мне нету смысл готовить ну вот уже кампус плюс 2 например тут ну зал для приемов приходится каши производства тут нифига нету там какое-то голосование не по моему поводу австралии откуда-то вот оттуда аж приплыла вы понимаете принус парты всего лишь минус 3 о боже слава наконец-то наконец-то господи сейчас ей немножко юнитов еще поубиваю в жизнь медом не казалось даже не знаю что мне теперь с этими юнитами всеми делать так ничего тут не могу про атаковать дэн поедем исследовать эфиопию ну да в общем то все давайте платить она мне не хочет вообще ничего да кстати я наверное это приму потому что мне счастье очень надо так но мне из австралии еще надо как-то войну заключить войну но сразу в эритрию какой караванчик как насчет открытых кстати границ лично пошли исследовать интересно с кем воюет даже на автомат поставлю хай сами бегают вот тамара тоже хорошо выглядит ну кстати она сосед мини лика в страли мне раньше нашла чем тамара которая ближе на самом деле так в роксбурге давайте после рабочего универ тоже да дальше ученичества а так тут вообще очень близко селитра я к виду кроме рогсбурга могу день еще построить что в рогсбурге вот тут не хочу строить то что уйдет наука ага в колене могу ну кстати это хорошее место то есть тогда здесь производственная площадь будет давайте уже сразу акведук начну один ход ученичества один ход военную инженерию так надо первый посол занзибар так это мы убираем это мы тоже убираем потому что эти содержание юнитов и торговую конфедерацию и надо в другие города так занзибар занзибар по моему позволяет а редкий ресурс слушай так на меня даже я хочу его сюзереном стать так и почему мне карту не показывает что за фигня это ну я просто он дал редкие ресурсы а почему карту не получается редкий ресурс корица и гвоздика 6 довольства то есть даже несмотря на усталость от войны мне сейчас по идее должно быть всего лишь минус 1 видите так хоть штрафы больше не накапливаются а тут еще минус 2 мне надо мир заключить с австралией и тогда пойдет норм я не знаю почему австралиец такой невменяемый внезапно я не понял почему занзибар мне свою карту не показал так ну теологию мы будем открывать своим путем да а вот ученичество откладываем на военную инженерию пока о кавалерия плывет которая вряд ли доплывет потому что я буду ее трындец честно говоря уровень войны тут так давайте наверное переведем арбалеты все туда потому что у нас тут сейчас война будет с австралией и 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 это так раздражает что-то перестала переключаться ученичество ускорили тогда это все-таки ученичество я дооткрываю интересно с кем горга продолжает все-таки воевать шарми у меня какая так чувак ты все еще не хочешь мир для что с тобой не так так у нее дружба с мини ликом поэтому я думаю вполне заключить дружбу и право прохода так у меня есть какие-нибудь ресурсы возможно двойные вот черепашки есть обработаны эти черепахи на этих черепах надо обработать да вообще черепахи только у меня класс еще тут два места где они есть поэтому я бы даже наверное сюда спустился выкупил эту рыбу потом черепах анкар ват 56 науки ну уже не так страшно что ли он блин в океан выплывает я уже там достать не могу а вот где границы так а мне когда там следующим ходом достанется адмирал наземные люди которые плут не могут ничего сделать другим наземным юнитом так что не страшно ну в бейносаросе не хочу то есть во первых меня нету ни одного производства на этой вот теперь тут можно было бы добить зензибар до двух но зарение для гильдии от аруга летучий отряд катерик учат ряд так не вот вижу летучий отряд давайте открывать я вряд ли скоро открою и хотя монархия монархиями все равно до 7 ходов открывать ну тогда давайте пока акведук что два хода как раз я его ускорю хорошо стой чтобы он не высадился бинт это эту плитку забрать чтобы тоже сюда кавалерия но она в следующем ходу вроде не должна высадиться глянущик то тут как с кем войне австралия только со мной и плохие отношения с мопуча но пуча хрен знает где для нее а спарта еще с кем-то но более-менее более-менее отношения начинают выравниваться тамара норм мопуча тоже с кем-то в войне нидерланды с кем-то в войне минилика все зашибись так стерлинг вот 10 жителей до 4 хода отлично что с промышленной зоной вообще тут блин стерлинг вообще не какие-то такие фиговые блин я хотел вот тут чудо построить тогда у меня вся тралочка была неплохая слушайте может блин нет я просто думаю мавзолей в геликарнасе я бы блин ну видимо вот здесь надо попробовать мавзолей для этого надо срубить здесь и тогда театралку тут а в связи почему тут тут театралка будет плюс 2 блин мавзолей больше тут нравится потому что здесь круче клетка я могу этот лес вырубить и так давайте мы здесь строителя два хода подрубим все на мавзолей мавзолей хорошо тут будет он будет давать плюс от этих клеток к тому же флотоводц флотоводцев можно будет два раза использовать боже откуда у нее тут приплыл флотоводец английский блин ушел отсюда ну не должен мочь высадиться мои войска реально просто идут мимо установлю чтобы он не высадился флотоводца нанимаем 147 да ё-моё ну мне надо эти клетки мне надо это все бра мне ну на долбаклю и австралийский 186 просто просто тупо посылает ко мне войска я сейчас не буду делать капер потому что я хочу попробовать мавзолей геликарнатский построить и тогда я смогу два раза у меня будет вот смотрите способность мавзолея один дополнительный а у инженеров странно а раньше было или это с цепелом буду там сделали один дополнительный заряд у флотоводцев ну тогда можно делать капер но все равно я мавзолей буду строить я просто думал что он еще и на флотоводцев работает или это раньше до каких-то патчей было просто он денег мне много может дать и к тому же он сейчас 50 сил стрельбы да да добавляет силу стрельбы для моих стен но я все равно не знаю пока что мне делать для победы мне по-хорошему надо кого-то захватить но я так отстаю сильно что просто не состояние это сделать это я еще как-то смог сделать чтобы меня не захватили реально вот без варваров конечно компьютеры зверями становятся зверюгами так 3 давайте наверно вторую гу отправим чтобы у меня университет тут достраиваются так 3 хода и 5 ходов или подержать пока давайте подержим у нас все равно нет пока университетов смысл мне спешить так как веду к следующим ходам военная инженерия откроется давайте давайте пока замки тут надо поменять на плюс 2 влияние тут оставляю как есть бонус священного места нет мне очень гадит на довольство австралиец мне нужно мы нужен с ним мир чтобы именно довольствия мне просто даже не откуда брать уже больше я торгую по максимуму все что есть я бы еще мог кофе на 1 вы цыганить вот сейчас черепах по обрабатываю вылечил кавалерию на на море смех так военную инженерию вы хотите сказать что у меня и селитры не туда класс то есть у меня один ресурс стратегический до сих пор только причем 1 1 лошадь все остальных даже просто рядом ну вот тут было ну тут без шансов это у столицы эфиопии зашибись как вообще что вообще могу сделать тут таким образом так тут я один ход пропускаю следующим ходом вырублю все на геликарнас везет еще кавалерию умирать блин а я что взял прокачку на победы а то есть это только против морских юнитов работает ну это жиря 55 думаю какую мне лучше выкупить на рассудке эту черепаху уже как я сбыть 143 культуры у спарты принять египет я знал что-то египет просто чтобы было захвачено это что-то было захвачено египтом гипта 154 ресурсов кстати дофига ух тут египет воюет со все со спартой как раз воюет я не искать их граничат друг с дружкой и у египта вроде даже так все неплохо до 1 2 3 4 5 7 8 8 городов причем митла это по город государства до афивы филы это наверно тоже египетский город все таки так пока никуда ничего не отправляем замки пока открываю так строитель а тут я откладываю производства универ универ зал для приемов акведук я построю давайте промышленную зону доходства пока будем откладывать ну уже тут плюс один давайте на рост тут все еще минус минус тут плюс но жилья нету как эти универы дают жилье по моему да плюс одно жилье и стерлинге минус но все равно через два хода до 10 жителей вырастет ежедневная проверка мира которая отвергается австралийским придуркам в шляпе 220 просто даже не может вменяем и он еще плывет стоит ли мне сюда наверное не стоит иначе у меня военный лагерь меня а сколько городов в австралии 6 до все растут только у меня проблемы мне нельзя всю эту армию терять раз расформировать услышаниями все прокачаны то есть мне их надо апгрейдить 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 особенно это касается стреляющих так вот и пришло время гелика а вот и 10 а вот и ускорение так залить или карнасия 6 ходов тут давайте контур форс пока может тут все-таки гуслужбу откроем что мне очень союза нужны и торгуем черепашкой давайте попробуем с горга а у меня уже есть кофе что я неправильно пса ну да тогда с мапучи больше нету а еще нет но только мапучи ладно отлично так стерлинг больше не растет блин а в калине что-то расти не на чем еды совсем нету а тут пустыня между австралии и грузии следователи пустыня давайте кстати моему контину президентские змеи хорошее название для скаута так насчет госслужбы открываем контур форс скажешь а монархи блин может монархи все-таки три хода я ускорю замки да и в принципе приму монархию давайте монархи потомку службу монархи я просто никак ускорить не могу но можно еще и так надо дружбу с мапучи а вот не знаю стоит ли дружбу с египтом мне бы хотелось хорошее отношение с так тут у нас жилье появилась все равно замедляется доставим на производстве да нужно тут театрал очку ставить я очень отстаю по культуре у нас тут будет театралка и тут театралка смет это все вырубать надо поэтому давайте тут строителя этого кстати сюда и отправим вырубать так здесь шахту пока здесь у нас будет театралка еще и и наверно тут надо вырубить и шахту поставить но он по идее больно не должен меня ударить она вообще у нас ну что они действуют зоны контроля вот не помню виден только для других морских может его не видно будет нет по идее он соседних клетках всегда ладно я туда встану я просто хочу проплыть и вот тут начать эти клетки грабить вот еще и рим блин охренеть я даже еще не встретил самую но ну вообще рим впереди сто тридцать восемь восемьдесят лично я явно я суть я даже не последний забавно странно ну сурсит двадцать пять у голландии но она где-то впереди должна быть да то есть это я здесь вот просто все открываю по очереди мне почему-то все надо необъяснимая какая-то штука да давайте с египтом тоже открытые границы так торговать мне пока нечем а у рима кстати каких-нибудь ресурсов двойных нет просто я думаю надо ли мне да у него есть мрамор а черепах у него есть черепахи только у меня надо вот эту наверное все таки вот эту черепаху надо будет как-то обработать ладно с этим можно не спешить так здесь чисто на производство здесь тоже на производство все стоит пока контрфорс открываем килиманджаро нашли тут мапучи тоже очень неплохо выглядит я смотрю по расселению ну тут все неплохо выйдут кроме меня вопучая одно золото нормально выживем откуда у меня железо у минора город государства какое-то железо дает класс я могу рыцаря сделать да с городов государств отлично блин я вот думал если сюда встану у меня будут достаточно очков для берегового рейда казалось нет ну вот тут можно постоять потому что я полечусь за счет за счет этого поля так а с римом мы договоримся о а в открытых границах римкать со всеми в плохих отношениях ни с кем нету хороших я лучше так скажу боже да ты утомил в высадился просто тараном такой привет такой так этим мы плывем черепаху обрабатывать этим мы контролируем этого кавалериста этим тоже ну давайте на автомат поставим я не хочу дорогу грабить что у нас по ггшкам ну наверное имеет смысл второго добить все таки три дополнительно трин лаборатории конца это вот эти блин что я сделал поменялся как я как-то тупо я подождите я решил посмотреть не играю ли я случайно с этим с цпл модом что-то я вообще тупанул сейчас зря отправил о так я даже апнуться смогу нет сейчас апнусь за разграбление территории деньги получать вот от реля в побережье следующим ходом не обстреляет я рейд побережье ему сделаю эти кстати опасные касатки отличное имя для капера военно-кулы хорошие для галеры откуда постоянно берется этот флотоводец так контрфорс массовые производства давайте а я не могу рыцаря сделать у меня оно еще не открыто до сих пор и пингалу на культуру может пингалу в стерлинг уже пересадить с другой стороны Роксбург тоже растет так это значит тут вырубает этот здесь вырубает один ход мы откладываем так в стерлинг пойдет да отлично у меня будет геликарнас таки очень вот так и универ мы здесь сделали что у нас тут с промышленной зоной плюс один ну плохо но других вариантов нету надо ставить еще производство практически нет так монархию принимаем а тут так и оставляем может ну вообще мне сейчас это уже не надо оборонительных зданий ну блин у меня уже построены стены буду ли я ну давайте на всякий случай бастионы поставим ну и давайте две лояльности не знаю правда зачем 10 ходов я явно не успею опять в золотой век нет не хочу апаться мне деньги лучше копить я думаю да там продолжается война еще у спарты с египтом я бы хотел чтобы они долго долго воевали а тут я отложил привод в сконе что сделать зал для приемов ну мне разведывать 16 ходов обалдеть промышленная зона плюс 2 ну мне надо это тоже все убирать у него еды дофига производства нет давайте тут наверное строителя а ставится тут дамба да да может мне все таки дамбу поставить вот тут то есть это будет промышленная зона плюс 4 давайте предварительно в любом случае тут у нас промышленная зона а тут откладываю я уже забыл смотреть в Австралии объявляет она мне войну или нет так ну вроде гелик геликарнас мой ну-ка отлично ну и на этой радостной ноте я эту серию заканчиваю напоминаю что спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра спасибо что смотрите играйте в умные игры и давайте посмотрим хочет ли этот придурок мир заключить нет не хочет тогда до следующей серии всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и в следующий раз